Воспаление слизистой, зуд, покраснение глаз. Многим горожанам знакомы первые симптомы аллергии. В весенне-летний период к специалистам-аллергологам выстраиваются целые очереди. Считается, что одной из причин этого сезонного заболевания является тополиный пух. Так ли это? Со специалистами пообщался наш корреспондент. На приеме у иммунолога Мария Мазур с сыном Кириллом уже не в первый раз. У ребенка целый букет восприимчивости к аллергенам. По словам молодой мамы, мальчик очень остро переносит смену климата, а также ветреную погоду и весеннее цветение. Влажность, когда грибки. И вот сейчас, наверное, по лицу или на что-то еще узнаем. Видимо, на несколько, потому что на влажность у нас периодически появляется. И еще помимо нее что-то. Аллергические реакции на что-либо, по словам медиков, начали широко изучать еще в 19 веке. Сейчас природа этого заболевания уже полностью исследована. Острая восприимчивость людей к весеннему цветению сегодня основная проблема аллергиков, говорят специалисты. Цветет сирень, черемуха. И люди начинают говорить о том, ой, у меня аллергия к сирене, ой, у меня аллергия к черемухе. Надо сказать, что аллергию вызывает пыльца и ветроопыляемых растений. Цветущие растения образуют цветочные растения, образуют малопыльцы. И поэтому редко, очень редко бывают причиной аллергических заболеваний. Заложенность носа, слезоточивость глаз, высыпание на теле и даже кашель – первые признаки аллергии. Многие считают одной из причин возникновения этих симптомов тополиный пух. Но это мнение ошибочно. Просто период, когда в воздухе летают опушеные семена, совпадает со временем цветения злаковых трав, которые и вызывают у восприимчивых граждан аллергию. В этих случаях специалисты рекомендуют немедленно обращаться к врачу. Рекомендуется гулять больше в вечерние часы, потому что в утренние часы концентрация пыльцы в воздухе самая высокая. Переходя с улицы, нужно обязательно умываться, принимать душ, промывать слизистую носа. Это тоже будет способствовать удалению пыльцы, которая попала на кожу. На сегодняшний день количество людей, страдающих от аллергии на пыльцу в нашей области, составляет около 30% населения. В это число вошли лишь те, кто регулярно обращается за помощью к специалистам. Остальные аллергики лечатся в домашних условиях. Аллергологи утверждают, что каждые 10 лет число больных увеличивается вдвое. И к 2050 году аллергии будет страдать уже половина жителей Земли.